МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные ретрансляторы кремлёвской пропаганды с международной трибуны. Сегодняшнее заседание – очередная попытка киевских властей разжечь искусственную истерию по поводу происходящего на Украине. С первых дней российского вторжения их целью было отвлечь мир от войны в Украине, с которой Путин хотел расправиться по-тихому. В последние дни украинский сюжет доминирует в информационном поле и занимает центральное место в Совете безопасности ООН и теперь Иногенассамблеи. При этом действия России перевираются и передёргиваются. Когда стратегия преуменьшения угрозы российского вторжения не сработала, в ход пошли боевые комары и ядерные страшилки. Не стоит угрожать России пытаться вмешиваться. Поэтому, когда вы имеете дело с ядерным государством, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия вашего поведения. Всё это вещают российские дипломаты в ООН, которые, по сути, не имеют ничего общего с дипломатией. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В Совете безопасности ООН они блокируют любые миротворческие инициативы в отношении Украины. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Если некоторые, безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете безопасности ООН, не смей оскорблять Россию больше. Школу ООН прошли Лавров, Захарова, Чуркин, Небензи и многие другие из тех, кто покрывает военные преступления Путина. Мы были единственными, кто привел примеры сексуальных преступлений, совершенных украинскими военными. То есть все, что вы говорили, было абсолютной ложью. Для работы в ООН в российском медиа готовят своих солдат, готовых с невозмутимым лицом нести миру заготовки о том, что Россию вынудили напасть на Украину. Россия никогда не развязывала мировые войны. Россия в ходе мировых войн ввела освободительную войну. Еще с 2014 года российские дипломаты всеми силами пытаются оправдать законность вторжения в Украину. А те, кто протестует в восточных регионах Украины, ну разве они без подсказки России могут протестовать? Разве если им Россия не подскажет, что плохо то, что происходит в Киеве, они этого не поймут? Использовать российские войска на Украине просил Виктор Янукович для, по его словам, восстановления конституционного порядка в стране. Такое заявление смещенного украинского президента зачитал на заседании Совета безопасности ООН в понедельник представитель России Виталий Чуркин. В 2022-м, когда началось полномасштабное вторжение, все маски были сброшены. Но даже после этого российские дипломаты пытались изображать из своей страны миротворца на международной арене. Господин председатель, мы встаем, чтобы почтить память всех жертв, произошедшего на Украине, начиная с 2014 года. Главная задача российских дипломатов – не допустить на оккупированные территории Украины миротворцев ООН, единственных легальных силовиков с точки зрения общепризнанного международного права. Россия не может позволить, чтобы на Донбассе, в Крыму или, как они говорят, освобожденных областях, появились голубые каски и независимые наблюдатели, которые раскроют масштабы вранья и преступлений российской армии. Ведь тогда появятся отчеты о настоящем положении дел и вскроется вся правда о злодеяниях оккупантов. Утренняя зорька. Мы у нас все немножечко спят. Война людей не... Там никого нету. Никого. Вон туда вот и стреляй. Вон туда. Нет, туда зачем стрелять? Там же врах. Начав вторжение в Украину, Россия нарушила главный международный договор – устав ООН. Тем самым ее агрессия автоматически стала незаконной с точки зрения международного права. Обычно в таких случаях в зону конфликта посылают миротворцев ООН. Однако у Кремля, еще с советских времен, припасена палочка-выручалочка. Право ВЕТа в Совете Безопасности ООН – единственном глобальном международном органе, который имеет право на силовое умиротворение сторон. С помощью этого туза в рукаве унаследованного России от СССР Москва беспрепятственно блокирует любые предложения западных стран касательно Украины. Российская Федерация проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа. Пользовавшись правом ВЕТа неограниченное количество раз, Россия блокировала в Совбезе ООН не только отправку миротворцев, но еще и резолюцию, критикующую ее вторжение в Украину, резолюцию о ее попытке аннексии украинских территорий, резолюцию с осуждением псевдореферендумов в Украине и еще десятки подобных документов. Поэтому лишение России права ВЕТа и исключение страны-агрессора из Совета Безопасности стало одним из приоритетов международной деятельности цивилизованных стран. Если преступник в числе тех, кто возглавляет ООН, как можно в таких условиях ожидать справедливости? Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в соседнюю страну в попытке стереть с карты мира суверенное государство. Россия бессовестно нарушила основные положения Устава Организации Объединенных Наций. Нет ничего важнее, чем четкий запрет на захват странами территории своего соседа силой. Как одна из ключевых стран ООН, злоупотребляя устаревшими нормами организации, Россия с 2014 года многократно блокировала отправку голубых кассок в Украину. И как ни в чем не бывало, в Москве заявляют, что только российские войска могут присутствовать на территории Украины, называя оккупацию идеологически выверенным словосочетанием взять под контроль. Город Энергодар, Запорожская атомная электростанция и прилегающая к ней территория были взяты под контроль российскими военными еще 28 февраля. После внезапной смерти в 2017-м Виталия Чуркина российскую делегацию ООН возглавляет постоянный представитель Василий Небензя. Я думаю, что правда о том, что произошло в Буче, откроется очень скоро. Российские военные не делали ничего из того, в чем их обвиняют. Вы также уверяли, что у Вас есть свидетельство о якобы существующем в Украине заводе по производству биологического оружия. Даже в России один из ведущих экспертов в этой сфере назвал представленные Вами доказательства абсурдом. Небензя из месяца в месяц продолжает день сурка пропаганды, повторяя за океаном нарративы российского новояза про агрессию и бомбардировки во имя мира. Мы не стреляем по гражданским объектам. Мы прицельно обстреливаем военные объекты. Это занимает больше времени. Мы не занимаемся ковровыми бомбардировками или чем-то подобным. Однако российское псевдовысокоточное оружие летит в детские площадки, парки, пешеходные мосты и музеи. Кому считаю, она помогла. Они ведут обстрел собственных жилых кварталов. Вы, господин посол, уже много недель утверждаете, что разрушение городов вроде Мариуполя – дело рук украинских военных, которые обстреливают собственные жилые кварталы. А вы верите, что женщин и детей украинцы тоже насилуют сами, своих собственных? Потому что эксперты ООН задокументировали десятки случаев совершения российскими войсками чудовищных сексуальных преступлений в отношении украинских мирных граждан. Именно из-за войны, развязанной Россией, в Украине погибли и остались коллегами сотни детей. Еще больше потеряли родителей. Тем не менее, Небензе с легкостью врет и спекулирует даже на эти темы. Эти сотни тысяч детей, они не насильно были отправлены в Россию. Это их собственный выбор. Был бы у меня выбор, я бы никогда в жизни границу России не пересекала. Это приемные родители привезли ребенка из Донбасса на патриотический фестиваль «Реконструкцию». Наглядная демонстрация. У детей действительно сильнейший посттравматический синдром. Интересы детей здесь абсолютно вторичны. Главное, картинку создать. Мы предоставляли гуманитарные коридоры тем, кто хотел эвакуироваться из зоны боевых действий. Мы никогда не указывали этим людям, куда им идти, на запад или на восток. Это их свободный выбор. Никто не предупредил, никто не сказал, что ты больше домой не вернешься. Сказали, извините, заходите жить, пойдете пешком. Нас просто садили в автобусы и везли. О принудительной депортации и фильтрационных лагерях рассказали те, кто потом сумел убежать из России. Тех, кто остались, Кремль сделал орудием пропаганды. Спасибо дяде Юрию за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Они начали наставать на том, что нужно идти в приемную семью, там будет лучше. Те, кто сегодня находятся в России, а это примерно 1,6 миллиона человек, они все сделали свободный выбор. Их не заставляли приезжать в Россию. А эти байки Небензя уже рассказывал даже не в начале войны, когда шокированным россиянам необходимо было запудрить мозги потоком информационного шума. А в конце 2022-го, тогда уже весь мир смеялся над чушью российской пропаганды. Ну и почти новость мема, да? У США есть зараженные комары, вы наверняка о них уже услышали, которые распыляют с дрона. Такой беспилотник транспортирует заданный на район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождают их. Российский постпред заявил, что в марте 2022-го на территории Херсонской области войска оккупантов обнаружили три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставлены перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника. При этом автор этого бреда даже не удосужился подумать над объяснением того, как боевые комары и прочая живность должны различать, где враги, а где свои. Россия предупреждает, что биологические патогены будут разносить летучие мыши, птицы, комары. В России известно, что в лабораториях изучают мигрирующие виды для того, чтобы выявлять патогены. Это обычная практика. Но вот только летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы, так же, как и Россия. Помимо боевых комаров, там были также обнаружены противотанковые гниды, баллистические мокрицы, ударные скалопендры, а также диверсионно-разведывательные блохи, перед которыми стояла задача максимально заблокировать продвижение наших войск на Бахмутском направлении. Заместитель Небензи Дмитрий Полянский, чья основная работа с важным видом сидеть молча рядом с шефом на заседаниях Совбеза ООН, так вообще одним из первых российских дипломатов заявил, что Москва сохраняет за собой право применить ядерное оружие. Если Россию спровоцирует НАТО, не знаю, мы ядерное государство, почему бы и нет? Вы считаете нормальным говорить такое? Это интервью Полянский давал в марте 2022-го, уже после бомбардировки россиянами роддома и драматического театра в Мариуполе. В здании драмтеатра прятались от войны около тысячи человек, его сотрудники, их семьи, а также сбежавшие от боевых действий на левом берегу Мариуполя. Это видео было записано до рокового бомбового удара России 16 марта. Большинство из этих людей через несколько дней погибнут. Вот здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется. Но это вот только начинает собираться. Перед драмтеатром и сзади него огромными буквами на асфальте были сделаны надписи «Дети». Они были хорошо видны с воздуха специально для российской авиации, которая полностью доминировала в небе над Мариуполем. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Однако надписи «Дети» не остановили оккупантов. Российские бомбы упали на здание драмтеатра. Там, по подсчетам Associated Press, погибло около 600 человек. Местные жители считают, что жертв было намного больше. Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. Здесь беженцы прятались в драмтеатре. Там осталось под завалами больше тысячи мертвых людей, которые сбежали с окраин города в надежде, в надежде, что их пощадят. Все обвинения в адрес российского правительства в военных преступлениях Полянский отвергал. «Я не думаю, что мы совершаем военное преступление в Украине. Конечно, это не мне оценивать. Я не там, и вы не там. Вы смотрите на многие видео, которые могут быть фейковыми. Вы верите в одно, я верю в другое. Мы сможем понять, что случилось, когда все это закончится». Когда Россия полностью захватила Мариуполь, был отдан приказ снести руины драматического театра и таким образом навсегда скрыть физические доказательства самого масштабного одновременного умышленного убийства мирных жителей в войне в Украине. «Мы с самого начала говорили, что наши военные не несут опасности мирному населению в Украине». Во время заседания Совета безопасности, посвященного годовщине полномасштабного вторжения, Небензя отказался вставать во время минуты молчания по жертвам войны. «В этот трагический день, когда мы оплакиваем потерянные жизни и сломанные России судьбы, я хочу попросить всех посвятить минуту молчания памяти жертвам агрессии». Беспокоит ли вас сейчас дипломатическая и экономическая изоляция России? Если мы посмотрим на то, что произошло, военное вторжение в Украину активно поддерживает только Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея, четыре диктатуры. У вас не осталось друзей. После изгнания России из Большой Восьмерки фактически только ООН и G20 стали теми трибунами, откуда агрессор может нести в мир пропагандистские штампы, которые уже вызывают или негодование, или просто смех у всех, кто живет за пределами России. Российские дипломаты несут ответственность за развязывание войны в Украине в не меньшей степени, чем пилот самолета, который сбросил бомбу на Мариупольский драмтеатр или наводчик ракет и дронов на украинские города с мирными жителями. Избежать наказания не Бензе, Полянскому, их начальникам Лаврову и Захаровой, как и другим военным преступникам в российской дипломатии не удастся. За ложь, разжигание вражды и покрывательство кровопролития в Украине их всех ждет международный трибунал в Гааге. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова